ДОНЕЦКИ ДОНЕЦКИ 1-0. Шахтер повел. Через несколько минут был назначен штрафной, также с левого фланга. И Соколовский своим пушечным ударом послал мяч под крестовину. 2-0. После этого Шахтер бросился, казалось бы, уже дожимать соперника. Но футболисты Монако сумели поймать Горняков на ошибке при создании искусственного офсайда и отыграли один мяч. Вот мы скоро увидим, как это произойдет. ДОНЕЦКИ 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 И потом болельщики острили, что надо было ему бить головой. Да, вот как сейчас они центр проходили, вполне же напоминает действия тех людей, от которых этот стиль мы и увидели. Платини, Жерез, Тигана, ну и так дальше. Ой-ой-ой, врезается Старухин в Жан-Люк Этури, но тот даже расстроился, что свисток дали, потому что мяч он не выпустил и хотел быстренько начать атаку своей команды. Жан-Люк Этури был невысок ростом, всего лишь 174 сантиметра, но великолепно координирован, очень прыгучий голки, с феноменальной реакцией. Ну и, как мы уже говорили, он выступал и в сборной Франции, правда, недолго. И в своем клубе он был непререкаемым авторитетом. Ну и достаточно сказать, для того, чтобы дать его короткую характеристику, о том, что Этури рекордсмен чемпионатов Франции по количеству сыгранных матчей. 602 игры и все в составе одного клуба, в составе Монако. Ну и, естественно, он рекордсмен самого Монако. 750 с лишним там в разных справочниках. Сам приглядывали внимательно защитники Шахтера по той простой причине, что это был лучший бомбардир. Ой, какой момент! Штангу мяч попадает! В тот же угол, причем, что и первый был опасный удар Доку, уже гораздо ближе к голову. Еще раз смотрим, как это получилось. Навес. Да, не доставал Дегтярев. Еще одна подача на этот раз от угла поля и еще один навес. Вот французы стали грузить мячи в нашу штрафную и сразу возникает напряжение. У ворот Дегтярева. Теперь шанс для контратаки. Очень быстро горняки проходят в середину, но передача направо не нашла адресата. Рудаков. Нет, Рудаков уже может что-то более серьезное. Сафонов опять играет в отборе и опять очень быстро по своему флангу развивает атаку. И кто там? Фидоренко, да, по-моему, в центре был. Нет, не Фидоренко. Это Роговский. Фидоренко вот с мячом и падает, но нарушения нет. Николай Фидоренко впоследствии станет чемпионом Советского Союза. Правда, не в составе Шахтера, а в составе Днепропетровского Днепра. Будет это через 4 года. Ну, в 21 год, юные ребята, но есть и в составе хозяев совсем молодой футболист. Это 19-летний Нино, защитник. Атака Монако. Мяч выбит. Будет считаться уже в игре. Ну и сколько там? Трое, по-моему, игроков Шахтера готовы бежать навстречу, то есть бросаться под удар. Вот прям низкий старт они заняли, да, как? Бегуны, вот розыгрыш. Перебрасывается мяч через стенку и, по-моему, Дегтярев его достает. Альбер Эмон пробил поворотом. Дегтярев продемонстрировал очень хорошую прыгучесть. Мне показалось сначала, что он спрятался как-то за стенкой, не видел момента удара, но на самом деле в нужную секунду сумел выпрыгнуть и действительно сыграл очень надежно. Удар не сильный был, так, щечка не технику, да, но очень коварный. Угловой уже, собственно, последняя пятиминутка идет первого тайма. Допустили до игры арбитры. Ну, Мишель Платини, да, ввел эту моду, на самом деле, во Франции, по крайней мере, не просто без щитков, а еще со спущенными гетрами. В принципе, это тоже было так. А вот момент и гол! Пятая минута второго тайма, и Монако открывает счет после флангового навеса. Как-то не верил, по-моему, Дегтярев, что мяч летит в ворота. Он низ пробил головой, пас отдавал дальше, и хозяева вышли вперед. Давайте еще раз посмотрим. Мяч довольно долго летел в нашу штрафную. Здесь боролся с Анисом защитник. Это был Алексей Варнавский, но он не сумел пробить. И вот видите, угодил точно под штангу, точно в угол ворота. Ну, кстати, непонятно, почему Варнавский с ним боролся, который крайний защитник. Это, в принципе, должны были быть или Звядинцев, или Пьяных, на самом деле. Ну, так вот. Так вот. И вот, смотрите, похоже, в какой-то растерянности, да, футболист Шахтера. Даже нормально не могли разыграть с центра поля мяч. Потому что гол, ну, казалось, ничто не предвещало этой угрозы, да. В принципе, снимали все вверху в первом тайме. Ну, вот. Снова перехват Федоренко. Дальже получает мяч, входит штрафной удар, поворотом и 2-0. Очень быстро все произошло и не успела перестроиться оборона Шахтера. Дальже обыграл двух защитников и пробил не сильно, но, опять же, очень точно. Ошибка Федоренко, похоже, который находился в зоне опорного полузащитника и на ровном месте буквально потерял мяч. И допустил вот этот проход. Ну, и здесь с Дальже, в свою очередь, не очень плотно сыграли. Как не пытался вот здесь, вот, там, Звягинцев помешать удару. Не вышло в противоход, да, фактически, вратарю. То есть дернулся туда Дегтярев, но не достал. Главное, что для Шахтера этот гол мало что меняет. Им так и так надо забивать. Просто теперь, вот, если Шахтер забьет, этим он добьется овертайма. То есть Шахтеру-то в любом случае надо идти вперед. Как бы не играл соперник, Шахтера надо забивать. И вот передача Федоренко опасна. Это Роговский. Далеко, далеко протянул мяч. В принципе, все правильно делал. Но сложная, конечно, была ситуация по выполнению стандартов. Варнавский удерживает мяч. В короткий пас здесь играет Федоренко. Опасно! Но опять вне игры. Атака Шахтера. Передача мяч в перекладину попадает. Причем успел коснуться его рукой Эттори. Даже вот, несмотря на свой невысокий рост, мы это уже отмечали, он очень здорово выпрыгнул. Да, но и потом Шахтеру не повезло. С отскоком. Потому что там, по-моему, Федоренко, да, отбежал. Давайте еще раз посмотрим. Вот подача Эттори. Выстает. Нет, это Владимир Малый. Атака. И что из этой отойти получится? Он мисс. Мила. Куда же это удар? Скорее, ближе к угловому флажку. Федоренко здесь выполняет штрафной. Ну, опять. Опять до Старухи на мяч не доходит. А это вот комбинация с участием двух братьев малых. Один отдает, другой бьет. Добивание. Одно второе. Еще удар, но это уже в сторону. Владимир Малый имел отличную возможность для того, чтобы сократить разрыв в счете, забить такой нужный для Шахтера гол. Давайте еще раз посмотрим. Уже лежа практически. Эттори кулаком мяч выбил. Потом бросился здесь. Тут один игрок Шахтера попадает в другого. Пас назад. Ну, мощнейшая атака. Несколько шансов. И вот такой уже вынос. Просто куда подальше. Просто перевести дух надо футболистам Монако. Наверное, самая опасная атака Шахтера в этом матче. Безусловно. За боковой пьяных. Довольно далеко бросает. Причем без разбега совершенно. Удар по воротам. Рудаков наносил. Но получилось не сильно. Мяч там попрыгнул перед вратарем. Так вот вроде мы не замечали до этого. Но тоже какие-то там кочки, значит, есть на поле. Но Эттори, тем не менее, технично сыграл. А вот еще удар Старухина. Эти сейвы, которые он совершил буквально в течение пяти минут. Ну, а тут едва не проспали этот розыгрыш. Защитки Шахтера 3-0. Нет. Нет. Вне игры. Милла уже скинул руки. Судя по всему, да. Судя по всему, офсайт арбитр на линии зафиксировал. И мяч не засчитан. 2-0 по-прежнему. А Монако выигрывает в Шахте. Будет удар по воротам. Правда, не точно. Пробил Валерий Рудаков. Леонид Малый. Не глядя эту передачу делал. Мяч дошел. Все-то для своего игроков до своего игрока. Кристофа ушел и от ноги. Осторожно играют французы, чтобы не нарушить правила вблизи штрафной. Рудаков. Пас налево. Роговский. Нужно подавать в штрафную. Мяч туда и летит. Старухин. Один прыжок, другой. Все-таки не удалось ему выиграть мяч в воздухе. И какой жесткий выпад французского футболиста. По-моему, здесь было нарушение правил. Но если это в пределах штрафной, то это пенальти. Однако арбитр назначает свободный удар за опасную игру. Это, кстати, довольно популярная мера была у арбитров в те времена. Хотя сейчас редко мы видим. Свободный из пределов штрафной площади. Была, конечно, накладка здесь. И можно было наказывать Монако пожестче. Но это последний шанс у Шахтера в этом матче. Передача, удар, попытка, точнее, удара пьяных. Здесь еще одно падение. И мяч уходит за пределы поря. Ну что ж, не забил Шахтер. И вот буквально тут же раздался финальный свисток. Уступили горняки в этом поединке со счетом 0-2. И выбыли таким образом из розыгрыша Кубка УЕФА сезона 79-80. Для вас этот матч комментировали Михаил Мельников и Олег Пирожков. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. И до новых встреч на футболе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok